Новый закон, расширяющий возможности спецслужб при слежке за гражданами, ставит Францию в один ряд с такими европейскими странами, как Великобритания и Германия, где органы безопасности также получают новые полномочия. Складывается впечатление, будто никто не препятствует этому процессу. Британские парламентарии в недавнем отчете поддержали позицию спецслужбы, которая утверждает, что если она не изучает весь объем собираемой информации, то о массовой слежке речь не идет. Этот шаг расценили как зеленый свет для более масштабного сбора данных. Германия от Великобритании не отстает. Согласно обнародованным данным, немецкая служба внешней разведки собирает десятки миллионов телефонных звонков каждый день. И часть этой информации оказывается в руках сотрудников Агентства национальной безопасности США. В Соединенных Штатах принятый после терактов 11 сентября патриотический акт воспринимается многими как нарушение принципа неприкосновенности частной жизни. Документы, обнародованные Эдвардом Сноуденом, доказывают, что правительство записывало телефонные разговоры миллионов американцев, а также следило за их деятельностью в интернете. При этом из этих же документов следует, что в массе собранной информации потенциальные угрозы затерялись. Нельзя все время всех подозревать и за всеми следить. Это просто неэффективно. Ведь в результате накопится огромное количество данных. В США, например, постоянное накопление данных привело к тому, что для их обработки теперь не хватает ресурсов. Правительство Франции решило принять этот закон после нападения на редакцию журнала Шарли Эбдо в январе. Опрос граждан страны показал, что 60% респондентов согласились бы на ограничение свобод взамен на повышение безопасности. Но что на самом деле может дать сбор столь огромного количества данных, кроме доступа к личной информации граждан сотням, если не тысячам, аналитиков, спецслужб. Субтитры создавал DimaTorzok